Привет! Помнишь, в детстве ты хотел быть похожим на персонажа любимого мультфильма? А ведь такие люди есть! И даже среди знаменитостей! Правда, не всем им повезло, они мечтали стать супергероями, но внешне больше напоминают мистера и миссис Картошку, Картмана из Саус Парка или Гомера Симпсона. Ну что, уже догадался о ком мы? Если нет, то смотри ролик до конца, и ты увидишь много неожиданных совпадений. Поехали! Помнишь эту парочку из мультфильма «Монстры на каникулах»? Можешь попытаться найти отличия, уверены, едва ли ты насчитаешь больше трех. Кстати, мультяшные животные тоже бывают похуже на людей. К примеру, шрам. Большой, грозный, с черной гривой. Никого не напоминает? Подсказка. Это довольно известный актер. Приглядись! Самое время теперь взглянуть на эту фотографию. Без сомнения, сходство определенно есть. У Кхала Дрога из «Игры престолов» тоже черные волосы, есть шрам на левом глазу, да и добряком его не назовешь. В мультике «Рататуй» все персонажи и так довольно реалистичны, но эти ребята буквально перенесли их в реальный мир. Не удивимся, если у парня в колпаке тоже сидит мышонок. Ты наверняка знаком с Говардом Воловицем из «Теории большого взрыва». Оказывается, он принимал участие не только в сериале, но еще и успел сняться в мультфильме «Гадкий я». И речь сейчас вовсе не про озвучку кого-то из персонажей. Вот, можешь взглянуть на фотографии. Вектор из мультика как-то слишком подозрительно напоминает Воловица. Те же очки, нелепая прическа и очень эксцентричное поведение. Совпадение? Не думаем. Ну а этому парню для косплея не нужны ни грим, ни дорогие костюмы. Он и без них – вылитый сит из ледникового периода. Нужно ли представлять тебе Бенедикта Камбербэтча? А вот другой популярный актер – Нил Патрик Харрис. Как думаешь, что их объединяет? Нет, не любовь к кино, как можно подумать. А один культовый мультик – Бивис и Батхет. Посмотри, они как две капли воды похожи на главных героев. Особенно Камбербэтч. Для полноты образа парням остается только сесть на диван и немного посмеяться. Продолжаем загадки. Кого тебе напоминает вот этот красавчик? Да это же принц-новин из «Принцессы и лягушки». Что сказать, выглядит он действительно по-королевски. В «Геркулесе» был странный персонаж по имени Фил. Вот он. Давай же попытаемся найти ему звездную пару. Знаешь, нам кажется, что Дэнни Де Вито подходит на эту роль как нельзя лучше. Кстати, именно он и озвучил Фила в знаменитом мультике. Так что мы недалеко ушли от истины. Этой девушке повезло намного больше остальных. Она похожа на принцессу из недавнего мультика «Дисней» «Рая и последний дракон». В мультфильме «Знакомство с Робинсонами» было два главных героя. И вот они встретились в реальной жизни. Главный злодей Володини выглядел довольно устрашающе. Ты наверняка помнишь этот злобный взгляд. Впрочем, ему тоже нашли близнеца среди реальных людей. Им стал легендарный певец-принц. Подождите, как такого яркого артиста вообще могли сравнить с ужасным злодеем? Что ж, взглянем на парочку его фотографий, чтобы понять. Ну что, теперь замечаешь похожие черты? Может, они и не точные копии, но что-то общее у них явно есть. Сейчас ты увидишь сразу трех персонажей из «Джимми Нейтрона». Узнал их? А вот тебе более быстрая и бюджетная версия косплея «Джимми». Если ты смотрел «Ох уж эти детки», то наверняка помнишь Чаки. Рыжий карапуз в смешных очках. Тебе он никого не напоминает? Теперь давай взглянем на другого рыжеволосого парня. Ты наверняка его знаешь. Оу, кажется, Чаки немного повзрослел. Эд Ширан действительно чем-то смахивает на персонажа мультика. Возможно, во всем виновата любовь к странным очкам. А еще мы нашли того самого ресторанного критика из «Рататуя». Как видишь, теперь он снимает тиктоки. Сначала на секунду вспомни, как выглядела бабушка из мультиков «Луни Тюнс». А теперь сравни ее с фотографией, которую сделал один наблюдательный пользователь. Ну и кто из них настоящая бабушка? Помнишь эту рыбку из подводной братвы? Не кажется ли тебе она слишком обаятельной даже по меркам людей? Что ж, это не случайно. Ведь рыба удивительно похожа на Анжелину Джоли. И это, кстати, тоже не случайность. Актриса озвучивала этого персонажа, поэтому его решили нарисовать под стать звезде. Кстати, так поступили не только с рыбкой Джоли. Еще в мультике есть «Оскар», которого озвучивает Уилл Смит. Тут создатели буквально скопировали внешность актера, поэтому их можно даже не сравнивать. Все и так очевидно. Кого ты, возможно, не ожидал сегодня встретить, так это модельера Эдну Мот из «Суперсемейки». Но, как видишь, у нее тоже есть свой близнец в реальном мире. А еще было не так-то просто найти реальное воплощение Эрика Картмана. Но мы все же справились. Попадание практически на сто процентов. Знакомься, это Джек Фрост из мультфильма «Хранители снов». В реальном мире у него есть точная копия. Угадаешь, кто это? Окей, не будем томить. Вот наш главный претендент, Джек Глисон. Да, снова «Игра престолов», ты как никогда прав. Скажи, похоже? Да еще и имена у ребят совпадают. С первого взгляда девушка не напоминает какого-то мультяшного героя. Но стоит ей сделать вот так? Вау! Да это же Сид Филлипс из «Истории игрушек». Кстати, в «Истории игрушек» был еще один колоритный персонаж – миссис Картошка. Но он почти закончился! И кажется, мы нашли ей достойную замену. А как же сам мистер Картошка? Что ж, для него мы подобрали кое-кого особенного. Густые черные усы, яркие брови, лысина. Да вот же он! Надеемся, Стив Харвин о нас не обидится. Но мистер Картошка действительно напоминает знаменитого ведущего. Не удивимся, если он вообще был прототипом для этого персонажа. Внимание! Сейчас будет лучший косплей из тех, что ты видел сегодня в подборке. Это Рика Родригес, молодой актер из США. Хорошенько посмотри на него. Тебе не кажется, что раньше вы уже встречались? Мы даже знаем где! Во время просмотра мультфильма «Вверх». Серьезно, держи даже сравнение двух снимков, чтобы лучше понять, насколько эти двое похожи. Ну разве это можно назвать обычным совпадением? А вот и ворчливый дедушка из того же мультика. Слегка сменил прическу и прикупил новые очки. Но эта улыбка все равно его сразу выдает. Учитывая внешность Гомера Симпсона, трудно представить, как бы он выглядел в реальной жизни. Один художник попытался представить это, и вот что у него получилось. Жуть, правда? Не беспокойся, мы нашли того, кто похож на Гомера. Но выглядит не так пугающе. Это Пол Джамати. Ты наверняка видел его во многих популярных фильмах вроде «Иллюзиониста». И, как оказалось, он бы вполне мог сыграть в киноверсии «Симпсонов». Такой Гомер нам нравится намного больше предыдущего. В «Симпсонах» вообще много совпадений. К примеру, мистер Бернс. Худощавый пожилой богач, как две капли воды, похож на Джейкоба Ротшильда, вполне реального миллиардера. Некоторые считают, что владелец Спрингфилдской АЭС полностью списан с известного банкира. Но на самом деле образ мистера Бернса собирательный. В нем есть и Ротшильд, и школьный учитель Мэтта Грёнинга, и даже Богомол. А на какого актера похож Нед Фландерс? Здесь не подойдет любой парень в очках и с усами. Нужен действительно родственный типаж. Кажется, один такой мы знаем. Да, Брайан Крэнстон идеально подошел бы на роль Неда. Особенно в образе Уолтера Уайта из «Во все тяжкие». Правда, в одном эти ребята все же не сходятся. Характеры у них очень разные. Не знаем, как у этого парня с суперсилой, но внешне он ничуть не уступает Капитану Америка. Рыжего парня из Рататуя мы уже видели, но оказывается, у него есть еще и звездный двойник. Сможешь догадаться, о ком идет речь? Подсказка. Он тоже своего рода гений, только не в кулинарии, а скорее в IT. Если ты думаешь о Марке Цукерберге, то ты совершенно прав. Зацени, насколько сильно эти двое напоминают друг друга. Осталось добавить Марку парочку веснушек, и перевоплощение готово. А что насчет мультяшных принцев? Наверное, самый обаятельный среди них – это принц Чармин из Шрека. Роскошные белые волосы, доспехи, лучезарная улыбка. Стоп, кажется, мы его видели где-то еще. Да это же вылитый Николай Костер-Вальдау, убедись сам. Забавно, что в «Игре престолов» актер сыграл похожего персонажа. Вот что значит «Идеальное совпадение». Эй, ребята, а где мне найти еще больше крутых видео? Не вопрос, дружище, они все здесь. Ты тоже можешь последовать примеру принца и подписаться на мастерскую настроения. Сотни крутых подборок ждут тебя! Субтитры сделал DimaTorzok